И Олег Пек, и Александр Шуднин с вами проводят это утро. Доброе утро! И завершила свою карьеру Тина Тёрнер. Вчера вот пришла вечером эта новость. Пришла вечером домой. И решила, всё, завершу. Ну, на самом деле, Тина Таивановна Тёрнер уже пенсионерка со стажем, 81 год, пора уже завершить. Я понимаю, что... Да её бабушкой Рока называют с моей юности. Вот практически. Но я хочу отметить, что почему... Ну, что, значит, завершила? Она и так уже как будто бы не выступает с концертами. Она уже не записывала новых альбомов бог знает сколько лет. И просто она говорит, что я хочу уйти от какого-то общественного внимания. Хочу дожить вот эти все... Возраст дожития у неё начался. То есть она говорит, хочу вот просто, чтобы за мной не гонялись репортеры, чтобы меня не спрашивали, не задавали вопросы, не брали интервью, не фотографировали всякие папарацци. А так вот всё останется по-прежнему. Ну, хочу напомнить, что там Golden Eye, The Best, там What's Love Gotta Do With It, огромнейшее количество песен. Слава там... You simply the best! Но теперь осталось, можно сказать, в истории. Навечно в наших ушах, я бы это даже так описал. Ну, и ещё пишет пресса о том, что Алекс Родригес срочно прилетел к Дженнифер Лопес спасать отношения. Я напомню, что они разорвали, ну, точнее, с её стороны был разрыв помолвки. А всё потому, что этот самый Алекс Родригес, по-моему, ну, подозрение было такое... Браво ему ходок! Ходок, да. Ну, вот у него появилась какая-то новая пассия. Сама пассия отвечала, говорила, что абсолютно ничего между ними не было, просто какие-то такие дружеские отношения. Ой, ну, подумаешь, там пообнимались. Но... Провели уикенд. Вот Дженнифер Лопес очень и очень приревновала, и в результате вот объявила о разрыве помолвки. Но теперь вот Алекс Родригес пытается... Ну, подарил колечко ей, по-моему, персональный самолёт, подарил ей дом. Ну, вообще-то он богаче, чем Дженнифер Лопес, несмотря на всё богатство. У неё там 110 миллионов, у него 300 миллионов. Ну, так всё богатство Дженнифер Лопес заключается не в деньгах же. Ну, понятно, где оно заключается и в чём, и всё это. Теперь вот напоминает латиноамериканский, я бы так и сказал, сериальчик. А что у нас с гостем? Я думаю, что мы... Потому что о событиях этого дня, о юбилярах, о том, что произошло и ещё произойдёт, мы поговорим... Сегодня немножечко сценарий меняем, поговорим через полчаса приблизительно вот этот вот флоу такой наш. А мне кажется, что перебросить мостик к теме нашей беседы, вот с нашим гостем, как раз поможет Тина Ивановна Тёрнера. Потому что, в общем, у неё вполне такой солидный возраст. И понятное дело, что и артисты шоу-бизнеса сталкиваются вот с этим самым эйджизмом, поскольку даже и Дженнифер Лопес вынуждена как-то, ну, всё время ходить по тренажёрным залам и нервно следит за тем, что появляются какие-то всё молоденькие, шустрые красавицы, которые пытаются и петь, и там на сцене скакать, и в кино сниматься, и, собственно говоря, пытаются оттеснить вот этих солидных, заслуженных деятелей штата Оклахома. Куда уж ей с теми тягаться? А, и только что рифм какая-то пришла в голову, но потеряла её. Но рифмом свойственно теряться. Вот закончу я фразу так. Да, действительно, наш первый гость сегодня – это Денис Ханов, профессор. Мы с ним будем говорить об эйджизме. Совершенно справедливо коллега Пека обозначил тему. А всё потому, что сегодня начинается социальная кампания «Время действовать», которая направлена, в общем-то, на искоренение того самого эйджизма в латвийском нашем обществе. Денис – представитель этой кампании со стороны общественников, и хотелось бы задать ему пару вопросов на эту тему, и мы, как обычно, проверяем связь. Надеюсь, профессор проснулся и уже включил компьютер. Ну, давайте, может быть, подстрахуемся, если у вас есть в вашем телефоне, я свой телефон как-то оставил, опасаясь внезапного звонка, если вдруг мы сможем дозвониться по телефону до уважаемого профессора Дениса Ханова. Сейчас я проверю, проверю, проверю. Надо тогда эфир, видимо, чем-то занять. Ну, что у нас там произошло в истории в этот день? Много, на самом деле, интересного. Кроме того, что какая история, жизнь-то продолжается. Прежде всего, сегодня день Святого Патрика. И ознаменование этого национального ирландского праздника будет зелёная подсветка включена даже в Риге. Несколько зданий подсветят, например, национальную библиотеку, и художественный музей, и национальный театр, и академический центр Алтавийского университета, а в Сигулде даже пещеру Гутмане окрасят в зелёный цвет, зелёный цвет этого праздника. Мне вот действительно интересно, каким образом этот вроде бы локальный праздник, День Святого Патрика, распространился по всему миру. Ну, в Америке, понятно, очень большое количество ирландцев, эмигрантов, они уезжали в своё время. Там был жуткий неурожай, ну и плюс ко всему всё-таки... Было несколько волн эмиграции, как из России в своё время. Ну, в общем-то, это и отвечает на вопрос, как, а вот так, из Ирландии в США, и США по всему миру. Ну, да, и этот праздник, вот, весёлый, действительно весёлый праздник, когда люди погуляют. То есть я вынужден вас покинуть, да, оставить в одиночестве. Я пойду всё-таки до кабинета дойду за телефоном. Да, конечно. Поищем мы... А, нет, есть. Есть? Есть, есть Денис Ханов, да, на связи. И я недалеко ушёл. Не сорвал, так сказать, эфир, не дезертировал. Доброе утро, здравствуйте, Денис. Слышно нас? Доброе утро, здравствуйте, да. Денис, доброе утро. Спасибо, спасибо, что так рано присоединились к нам. Итак, сегодня начинается социальная кампания «Время действовать», посвящённая искоренению возрастной дискриминации в латвийском обществе. Её осуществляет фонд общественной интеграции. Расскажите, пожалуйста, Денис, насколько, ну, согласно каким-то данным, наверняка же были исследования, эта проблема актуальна для латвийского общества. В общем-то, будем откровенны, не самого молодого в Европе. На самом деле, европейские общества действительно стареют, и согласно статистике, к 50-му году приблизительно половина населения Латвии достигнет отметки 50, те самые лучшие годы жизни, скажем, тех, кого называют, как бы, условно говоря, «серебряный век» или люди, которые могут ещё довольно долго быть конкурентоспособными на рабочем рынке. Но здесь я бы хотел сказать, что эта компания, скажем, информационная компания, она в основном нацелена на то, чтобы обратиться ко всему обществу целиком и говорить о том, что эйджизм или дискриминация и стереотипы по отношению к человеку согласно его возрасту, они могут влиять на будущее человека и на его биографию, на его карьеру в любом возрасте. Потому что, в принципе, эйджизм — это скорее общее распространённое представление о том, что какому-то возрасту что-то не положено. И тем самым устанавливаются определённые рамки, границы и барьеры. Любая граница — это всегда барьер, барьер либо к продолжению процесса образования, либо к занятию какой-то должности, либо к адекватному заработку. Потому что дискриминация выражается, конечно же, и в неравной оплате одинакового труда. Но, в принципе, всё это негативное, о чём я сказал, возможно именно тогда, когда в головах людей создаётся впечатление, что кого-то дискриминировать — это нормально, кому-то что-то запретить, не позволить, куда-то не пустить, отказать — это нормально. А это ненормально, потому что на самом деле человек, тем более сейчас в современном европейском обществе, когда можно позволить себе довольно долго, качественно работать, как бы самореализовываться, создавать свои новые планы, проекты, менять должности, может быть, менять города и страны, работать в разных областях — всё это с помощью медицины и, скажем, других аспектов возможно. Но в головах людей всё ещё можно кого-то довольно быстро списать именно из-за того, что у него в паспорте якобы уже, условно говоря, устаревший год. Человек ведь всё-таки не товар, не предмет, не вещь, и поэтому срока годности у него тоже быть не должно, потому что это, в принципе, приводит к очень простой вещи. Дискриминация, которую многие не хотят слышать, они, возможно, считают, что мы не можем себе позволить думать о таких темах, ошибаются, потому что дискриминация — это не нечто возвышенное, абстрактное, непонятное, а это всегда очень конкретные вещи. За каждым, скажем, актом дискриминации стоит нереализованная мечта или идея, или какой-то план на будущее. И, в конце концов, просто-напросто в обществе прибавляется несчастливых людей, тех, кто отвержены, тех, кто опечалены, те уровни качества жизни, которых, к сожалению, стремительно идёт вниз. Вот и вся история. Дискриминация отнюдь не абстрактна, она буквально за углом. Но, Денис, вот скажите, пожалуйста, ведь я вот как адвокат дьявола, там, предположим, предприниматель, который должен, ну вот, выбрать работников, и, наверняка, ну вот, существует, ну, хорошо, скажем, назовём это стереотипом, что пожилые люди в возрасте, они не так приспособлены, например, к освоению новой техники, потому что, когда вот начинают спрашивать, а вы знаете, там, в социальной сети, ТикТок, там, не знаю, умеете ли вы в конве работать, там, умеете ли вы, обладаете ли вы какими-то навыками, чаще всего вот люди в возрасте, ну, они уже накопили багаж, какой-то жизненный опыт, но, может быть, они не так хорошо реагируют на какие-то изменения, на новые тенденции, веяния. Вот это то, что предприниматель, ну, просто выбирая между молодым и более, там, возрастным кандидатом, отдаёт предпочтение молодому, ну, потому что у молодого больше способностей. Вот это можно считать эйджизмом? Ну, вы знаете, эйджизм, как я уже сказал, он направлен, он как бы обоюдоострый, он направлен и в сторону людей, возраст которых становится постепенно более солидным, и по направлению тех, кто якобы всё ещё слишком молод, да. Мы нередко слышим о том, что существует некоторая дискриминация по возрасту и в обратную сторону, то есть тогда человеку можно платить меньше, можно каким-то образом эксплуатировать его или её социальный статус, условно говоря, там ещё бессемейный, там незамужний и так далее. Но дело в том, что я упомяну очень конкретный пример, чтобы не быть голословным. Несколько лет назад моя мама вышла на пенсию, согласно своему возрасту, какое-то время она ещё после пенсионного возраста работала, потом ушла, и мы долгое время с ней говорили о том, что ей действительно очень нравилась её работа, она фармацевт, это её страсть как бы с юношества, ей очень нравилось работать в аптеке, ей нравилось иногда даже помогать клиентам, которые в какой-то степени являются тоже пациентами, помогать отыскивать необходимую комбинацию, заменять лекарства. Это была интуиция, особенно что касается, допустим, лекарств для детей, где очень важны, допустим, аллергические реакции. Она накопила огромнейший опыт, и таких людей в разных областях очень много. Так вот, её опыт фармацевта, там, 40 лет стажа, интуиция, знаете, что называется, старый лис, да, или лиса, это никому больше не нужно было. С ней, условно говоря, формально попрощались, и предприниматели, мне кажется, оказались не очень далёкими людьми, потому что, например, мы с ней даже фантазировали, а что если бы создать такой совет старейшин, и просто-напросто даже людей, может быть, даже добровольно, без каких-либо там финансовых моментов, потому что многим просто важно оставаться в пространстве. Оставаться нужными, чтобы их не исключали и не забывали. В конце концов, если есть молодые фармацевты, которые приходят им на смену, ну почему бы не устраивать раз в месяц, условно говоря, такие вот посиделки и совещания, чтобы или просто-напросто быть доступным по телефону, да, что-то вроде такой hotline, такая горячая линия старейшин. Если у молодого, скажем, фармацевта вдруг есть какая-то заминка или проблема, или сомнения, или опасения, а ведь всё-таки фармацевт – это тоже очень важный, скажем, элемент выздоровления, то почему бы, собственно говоря, не использовать их знания, не позвонить им на основе опыта, на основе знаний, можно было бы помочь. В этом смысле, я думаю, что очень часто предприниматели сами не понимают, что они теряют. Они просто-напросто выпроваживают кого-то на пенсии и забывают. А это очень печально, потому что знания эти остаются тогда ненужными. Ну, кстати, история за историю. Буквально несколько месяцев назад в схожей ситуации оказался я на другой работе. Это дело было в другом проекте, назовём это так. Я был, точнее, любой был моложе меня лет на 20 точно. Соответственно, это люди, которые родились со смарт-устройствами в руках, которые знают технологию от А до З и так далее и обратно, в отличие от меня. И мне, чтобы быть вровень с ними, стараться быть вровень с ними, приходилось, что называется, бежать в два раза быстрее. И я всё равно не успевал. Я всё равно почти ни черта не понимал, что там происходит, и мне пришлось уйти. Потому что я понял, что я, опять же, ну, это была сфера, где я мог бы пригодиться быть нужным своим жизненным опытом и профессиональным опытом, более того, и образованием. Но, тем не менее, я не смог, не справился в своём ещё достаточно сравнительно юном возрасте быть вровень с теми самыми молодыми. Получается, я применил тот самый пресловутый эйджизм сам к себе. Ну, в какой-то степени это и самоцензура, о которой сегодня, например, говорил госпожа Пуце, допустим, в раннем эфире ТВ-Триск, это руководитель фонда интеграции. И я думаю, что, да, в принципе, я думаю, что руководителям проекта необходимо было бы, может быть, помочь вам освоить. Я думаю, эти довольно нехитрые моменты, потому что моя мама, например, довольно быстро освоила WhatsApp и всё прочее, когда ей это понадобилось. Так что это, в принципе, всё-таки набор определённых не очень хитрых устройств и некоторые алгоритмы. Но ваши знания, которые вы накопили за годы, их невозможно просто пойти и купить в магазине. Нельзя войти и попросить там полкило жизненного опыта. Это всё-таки не Макдональдс. Поэтому именно потери этого опыта во многом и происходят, потому что кто-то считает, что кому-то пришло время уходить. Поэтому я думаю... И к тому же в какой-то степени нужно подумать о том, что это действительно универсальное понятие, потому что каждого из нас когда-то затронет то, о чём вы говорили. И те, кто сейчас... Например, я со своими студентами, им сейчас максимум 20-21 год, может быть, даже моложе. Я с ними иногда во время семинаров рассуждаю. А чувствуете ли вы, что за вами идёт новое поколение? Ощущаете, что кто-то, условно говоря, дышит в затылок? Да, такое тоже бывает. И они ощущают, что это происходит и в быту, и в коммуникации, в языке общения. Ну и потом есть ещё один момент, о котором мы часто забываем, потому что в латвийском обществе тема солидарности очень мало развита. Именно солидарность возрастных групп. То есть, в принципе, это не только передача и сохранение коллективного опыта. Но это ещё и вопрос того, как мы относимся к тем, кто пойдут за нами. И вопрос так называемой поколенческого разрыва или поколенческой трещины. То есть, в принципе, если поколения не общаются или общаются очень фрагментарно, то тогда получается, что какая-то часть опыта, знаний, может быть, даже некоторых предупреждений о чём-то, о тех же ещё не произошедших ошибках тоже теряется. Так что, в принципе, я думаю, что в данном случае эта компания как раз максимально широко, скажем, воспринимает латвийское общество, потому что эта тема актуальна не только тем, кто как бы приближается к линии риска, но и, собственно говоря, тем, кто когда-то тоже приблизился. Знаете, с тем, что он говорит, сегодня я, завтра ты. Поэтому я думаю, что, например, эти материалы, которые, да, во многом, они расположены, например, на сайте Атверт и БЛВ. Это как бы для определённого, может быть, поколения. С другой стороны, а кто сказал, что 60-летний человек или 75-летний не может открыть экран компьютера и нажать несколько кнопок? Простите, люди, которые, например, как моя мама, освоила всевозможные виды кассового аппарата, сложнейшего аппарата, всё остальное, я думаю, для многих это будет полная чепуха. Но только я думаю, что любой кассир максимум, любой продавец, это прежде всего и знания, и опыт, и их нельзя терять. Мы не можем это делать, мы просто не можем себе это позволить. Вот у Аверинцева была очень красивая метафора. Он говорил, что в парижском метро люди выходят, и они придерживают дверь для следующих, кто идёт. И он говорит, вот, в принципе, его это поразило в своё время, когда он приехал из Советского Союза в Париж. И для него это была такой метафора передачи, вот опыта знаний следующему поколению. Это действительно очень хорошая метафора. В Питере, правда, это тоже самое происходит, потому что там очень большой поток людей и двери. Я думаю, что это всегда важно действительно открыть, потому что, в принципе, не зря же говорится, что когда уходит человек из жизни, сгорает целая библиотека. Но человек ведь может физически оставаться ещё среди нас, но он социально начинает умирать. Есть понятие социальной смерти. И я как раз думаю, что именно в этой области мы в состоянии эту смерть замедлить, а может быть даже и отвести, насколько это максимально возможно. Поэтому я призываю, прежде всего, понимать эту тему не как что-то элитное и абстрактное, условно говоря, вам что, делать нечего, а как раз подумать о том, что среди этих людей может быть кто-то из наших родственников, наши отцы, мамы, может быть, бабушки, дедушки, и потом когда-нибудь и мы. То есть, к счастью, возраст дотронется до любого из нас, если на то будет судьба. И поэтому я думаю, что нам необходимо думать как раз о том, как мы можем уже сейчас дать понять людям, чтобы они сами себя не закрывали, чтобы они сами не думали, ой, да куда мне в моём возрасте, да куда я там старик или там старуха или что-то такое. Это очень обидные слова, это обидные слова для самого человека. Поэтому я думаю, что нужно пытаться и в быту, но и профессионально, как бы мы же говорим, например, о так называемом образовании длиною в жизнь. Да, и мужа избыли, ибо на латышском. Поэтому, в принципе, это подразумевает, что это образование не будет складываться на полку как диплом, а где-то когда-то будет появляться и может пригодиться. Вот на том примере, который я упомянул, можно вполне понять, что, например, целый ряд как бы фармацевтов-пенсионеров, накопив огромные знания, они никому оказались не нужны. Да, молодые когда-нибудь сами накопят этот опыт, но ведь это же процесс и время. Денис, а скажите, как бы вложить в головы вот эти истины, о которых мы сегодня говорим? Потому что, например, есть способы, вот в Голливуде был снят совсем недавно фильм «Стажёр», где Роберт Де Ниро приходит в компанию, которая основала героиня Энн Хэдвей. И он уже пенсионер, но тем не менее, вот он оказывается полезен этой молодой развивающейся компании. То есть он находит, ну сначала идут конфликт, ну то есть там показано вот как конфликт, он сомневается в том, сможет ли он догнать молодое поколение. В общем-то в этом фильме произошло всё то, о чём говорил уважаемый профессор. Но вот я понимаю, что этот фильм просто наглядно пытается, ну вот люди посмотрели, они задумываются над этими проблемами, и вот это, ну какой-то способ донести эти проблемы до масс. А что у нас? Несомненно, звёзды Голливуда, они всегда, если занимались социальными темами, то они всегда были, скажем, в первых рядах тех, кто пытались призвать людей менять свои отношения. Я думаю, что даже без Голливуда можно попробовать сделать это несколько, скажем, меньшими затратами. Я думаю, что в какой-то степени о качестве общества или о зрелости общества, если уж мы говорим о возрасте, свидетельствует и то, как мы относимся к людям, которые могут, может быть, действительно, скажем, что-то потерять, а что-то приобрести. Это люди, которые, скажем, начинают постепенно выпадать из вечной культуры молодости, которую нам несёт рекламная компания или рекламные компании. Я имею в виду там косметика, товары, спорт и так далее. С другой стороны, в целом, ряд европейских стран, особенно в Великобритании, в Австрии, в Германии, всё больше и больше в телевизионной продукции видно, что именно рынок, рекламный рынок, открывается для, скажем, 40-50+, потому что это, конечно же, те группы, которые наиболее, скажем, активны в области потребления различных товаров. Поэтому я думаю, что мы всё больше и больше будем встречать образы людей с, скажем, с проседью в волосах, с морщинами и так далее. И на самом деле никто ещё не старел без морщин. То есть в том смысле, что нам нужно принять, скажем, неотвратимость биологических процессов. Но мы ведь ещё и социальные существа, поэтому мы во многом вынуждены существовать в ситуации, когда кто-то нас старит заранее. Я не имею в виду возраст, годы или там состояние здоровья. Я имею в виду восприятие других людей, потому что ведь всё же в наших головах. Ну и здесь это ещё более такой абстрактный, может быть, вопрос. Ведь дискриминация по возрасту — это всего лишь часть проявления, скажем, такой зашоренности людей, их страхов. Ведь здесь это выражается. И дискриминация, скажем, по половому признаку, гендеру. Известно, что в целом ряде, скажем, областей в Латвии женщины получают зарплату меньше, чем мужчины, и порой эта разница достигает аж 30% в банковском секторе, в других областях. Совсем недавно были компании, которые были направлены на то, как мы в быту воспринимаем, что такое, что не гоже, а что возможно. То есть, условно говоря, почему мужчина не может гулять с коляской по улице, почему мужчина не может заниматься, допустим, в области маникюра или педикюра, почему женщина не может быть, например, сантехником. Вот у меня недавно засорилась канализационная труба, и ожидая, скажем, классического сантехника из наших стереотипов, они же у меня тоже есть, появилось очень хрупкое создание, женщина, очень грациозная, правда, в таком довольно забавном красном комбинезоне, который немножко ей не подходил, но она появилась со всевозможными сложными аппаратами, для прочистки со всевозможными свёрлами и так далее. И всё это за 15 минут сделала очень быстро, умно, сильно и чётко. Я восхитился, потому что сам я гвоздя вбить не умею. Ну вот, нет, гвоздя вбить умею, но это всё. Но метафора понятна. Я думаю, что эйджизм — это только один из симптомов того, что общество наше полно ещё неприятия к другому. Поэтому не будем уже говорить о религиозных группах, о социальных, там совсем может быть истерика. Но я думаю, что говоря о возрасте, мы действительно теряем просто возможности обогатить наше общество знаниями. Денис, огромное спасибо. Спасибо. Не хочется вас прерывать, но, к сожалению, мы вынуждены. Время поджимает. Огромное спасибо. С нами был профессор Денис Ханов, эксперт Фонда социальной интеграции. Сегодня начинается социальная кампания, которая называется «Время действовать», и посвящена она борьбе с эйджизмом. И как замечательно сказал Денис, резюмируя нашу с ним беседу, его цитатой можно «Человек не товар, срок годности не имеет, и быть его не должно». Ну, а мы сделаем небольшой перерыв на новости «Эхо Москвы», после чего вернёмся и продолжим «Утро на Болткоме». «Утро на Болткоме».